И еще об одном ЧП. Весенний снегопад стал причиной потопа в двух домах Ленинского района. Около двух месяцев назад штормовой ветер сорвал крыши со зданий на третьем московском проезде. И как только начались осадки, вода затопила верхние этажи жилых домов. В ситуации разбиралась Елена Губенкова. По волнам ходили. Линолеум поднялся и вода под ним. И плавает, и все. И пошло на четвертый, может дальше, я не в курсе. Полы в квартире Павла Кузнецова день назад превратились в бассейн. Это сейчас поток воды немного иссяк, и семья постепенно приводит жилище в порядок. Но на кухне, к примеру, до сих пор нельзя зажечь свет или включить электроприборы. По проводке еще стекает вода. Все началось два месяца назад, когда первый раз у нас сорвало крышу четырех подъездов нашего дома. И за два месяца мы каждый дождик, каждый снег, вот это вот все видим. То есть побелка падает прямо на голову, вода льется, очень боимся за технику. Уже два месяца жители верхнего этажа со страхом ждут очередного дождя или снегопада. Вода моментально течет в их жилища. Но самый сильный потоп произошел после апрельского снегопада. Ирина недавно сделала ремонт в квартире. И натяжной потолок в каком-то смысле спас ее от большего ущерба. Вся вода собирается внутри покрытия. Однако теперь женщине все равно придется вызывать рабочих, чтобы просушить потолки. А это немалые деньги, которые вряд ли кто-то возместит. Просили ЖКО в ремонте. Говорят, со временем все сделается. Какая-то комиссия должна быть там на крыше участвовать. Что деньги будут собираться отдельно на этот ремонт. Но мы думали, что это в быстром моменте. А получилось, что как дождь, так и мы. Текет у нас все безобразие, конечно. Все сыро, думаю, неуютно и холодно. А так выглядит крыша пятиэтажки. На первый взгляд кровля крепкая. Но стоит приглядеться, видны все недочеты. Сквозь трещины легко проникает вода. Причем капитальный ремонт здесь провели сравнительно недавно. Шесть лет назад. В ТСЖ разводят руками. Мол, подрядчик взял деньги, работы сделал некачественно, а потом скрылся. Концов теперь не найти. А потому придется собирать средства на новый ремонт. Мы провели общее собрание собственников. Поскольку без решения общего собрания мы не имеем права привлекать какие-либо денежные средства. Жители, собственники квартир пришли к единодушному мнению, что да, крыши надо крыть. На сегодняшний момент мы собрали и кворум, и все, и решили, приняли такое решение. Правда, у жителей свое мнение. Говорят, о собрании почти никто не знал. А если бы знали, пришли бы и высказали свою точку зрения. У людей накопилось немало претензий к ТСЖ. Многие уверены, что руководство коммунальной организации знало о том, что ремонт провели некачественно. Оплатить дважды за одни и те же работы теперь придется жителям. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.